27 августа 1941 года в порту Таллина скопились десятки тысяч советских беженцев. Накануне Балтийскому флоту был отдан приказ срочно покинуть этот город и прорываться в Ленинград. Немцы уже захватили большую часть Эстонии. Переход наших кораблей Сталлина в Ленинград обернулся страшной трагедией. В Финском заливе их атаковали самолеты Люфтваффе. Было потоплено 163 судна. Погибло 11 тысяч человек. В этот момент над Ленинградом нависла смертельная опасность. Гитлер приказал стереть его с лица земли. Это совершенно четкое указание по поводу того, что население Ленинграда должно быть уничтожено. Причем уничтожено полностью. Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной крупного города в истории Второй мировой войны. Она продолжалась два года, четыре месяца и десять дней. Это уникальный случай в истории. Такого не было, чтобы многомиллионный город в блокаде находился 900 дней. Выжил, выставил, потерял бы миллион человек, но не сдался. Почему Гитлер остановил свои войска на пороге Ленинграда? Кто помог нацистам окружить северную столицу России? Как выживали ленинградцы во время блокады? Ленинградцы во время блокады. Четвертого сентября 1941 года пригороды Ленинграда огласила артиллерийская канонада. Стреляли немецкие пушки. Накануне передовые части вермахта захватили поселки Чудово и Тосно к югу от города и перерезали железную дорогу, соединявшую северную столицу с Москвой. Теперь германская армия стояла всего в 56 километрах от центра Ленинграда. 8 сентября на город обрушились первые авиационные бомбы. Только за один день немецкие летчики сбросили свыше 6 тысяч бомб. В общей сложности в городе вспыхнуло 178 пожаров. В результате бомбежки сгорели и Бадаевские продовольственные склады. В Ленинграде это было крупнейшее хранилище запасов продовольствия. Пожар уничтожил 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара. В тот же день пришла еще одна страшная новость. Немцы вышли к побережью Ладожского озера, захватили Шлиссельбург и полностью окружили Ленинград. Город был окончательно отрезан от остальной территории Советского Союза. Запасов еды и топлива осталось всего на 30 дней. Советская поэтесса Ольга Бергольц записала в своем дневнике. Кажется, трагедия Ленинграда приближается к финалу. В эти дни в Ленинграде находился член Государственного комитета обороны Георгий Маленков. Его сын Андрей впоследствии вспоминал, что отец был потрясен увиденным в городе. В штабе Ленинградского фронта царила полная неразбериха. Связь с многими частями была потеряна. Командиров некоторых войсковых соединений не было на своих местах. Руководитель Ленинграда, товарищ Жданов, прятался в секретном бункере и был смертельно пьян. Командующий Ленинградским фронтом Климент Ворошилов тоже потерял самообладание. В то, что немцам удастся полностью окружить Ленинград, маршал не верил до последнего. Все имеющиеся резервы он направил к финской границе. Ворошилов разрешил солдатам самим выбирать батальонных командиров. Это окончательно подорвало дисциплину в войсках. Росло количество дезертиров. Отчаявшись, Ворошилов приказал снять экипажи с военных кораблей и, по слухам, вместе с матросами лично пытался контратаковать немецкие танки у Красного села. Когда немцы окружили Ленинград, Жданов и Ворошилов подготовили план сдачи города. Командующему Балтийским флотом адмиралу Трибуцу они приказали немедленно подготовить к затоплению все военные и транспортные корабли. В Ленинграде планировалось взорвать почти 400 предприятий, все портовые сооружения и мосты. Для Советского Союза Ленинград имел колоссальное значение. Даже можно сказать, что по ряду параметров он, может быть, был даже важнее Москвы. Там стреляла «Аврора», там произошла революция, там Ленин говорил с броневика, и этот город носит имя Ленина. То есть для Советского Союза Ленинград – это нечто сакральное. Москва – центр власти, центр силы, где сидит Сталин, где сидит ЦК, где собираются съезды партий, а Ленинград – это нечто духовное. Духовная столица Советского Союза. Ну и еще Российской империи. То есть еще идет, скажем так, вот эта отсылка к имперскому значению. Для Ленина она была абсолютно не важна, а для Сталина она важна. Поэтому вот по всем параметрам Ленинград был чрезвычайно важен. Ленинград – это второй крупнейший город в Советском Союзе после Москвы. Город трех революций. И когда Гитлер планировал захват Ленинграда, он как раз подчеркивал этот момент. Этот город должен быть уничтожен как символ большевизма. После поражения Советского Союза этот город нам не нужен. Его население должно быть или уничтожено, или изгнано. А сам город методично, путем обстрела, бомбардировок, разрушен до основания. Вот таков был план Гитлера, который не предполагал никаких отклонений. 9 сентября 1941 года Жданов и Ворошилов получили срочную телеграмму от Сталина. В ней говорилось. Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только лишь о потере нами, той или иной местности. Но обычно ни слова не сообщаете о том, какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать, наконец, терять города и станции. Также безобразно вы сообщили о потере Шлиссельбурга. Будет ли конец потерям? Может быть, вы уже предрешили сдать Ленинград? В этот же день в Москве прошло срочное совещание Ставки. Новым командующим Ленинградским фронтом Сталин назначил 44-летнего генерала Георгия Жукова. Талантливого советского полководца Верховный бросал на самые сложные участки фронта. Всего несколько дней назад Жуков отбил у немцев город Ельня под Смоленском. Это была одна из первых побед Красной Армии за все время войны. Теперь Сталин приказал генералу отстоять Ленинград любой ценой. 10 сентября Жуков срочно вылетел в северную столицу. При подлете к Ладожскому озеру советские самолеты были атакованы мессершмиттами. Военно-транспортный Дуглас с Жуковым на борту чудом не был сбит. Едва приземлившись, генерал отправился в Смольный. Охрана не сразу пропустила его внутрь и почти четверть часа проверяла пропуск. Говорили, что после этого дверь в зал заседаний Жуков выбил ногой. Отстранив Ворошилова от командования, он тут же телеграфировал в Москву. Решили никаких мер на случай сдачи города пока не проводить. Будем защищать Ленинград до последнего человека. Жуков приказал немедленно укрепить дисциплину в армии. Выборы в батальонах отменить, расстреливать всех, кто без приказа оставит позиции. В целях пресечения дезертирства было дано указание расстреливать даже семьи, сдавшихся в плен красноармейцев. Это распоряжение содержалось в шифрограмме Жукова за номером 4976. Однако на деле этот приказ носил скорее предостерегающий характер. Он практически не исполнялся командирами и впоследствии был отменен. Все трудоспособное население Ленинграда было предписано отправить на строительство новых оборонительных рубежей. Работы велись ежедневно в несколько смен. На некоторых участках фронта через проволочные заграждения пустили электрический ток. В мастерской Мариинского театра соорудили 150 макетов танков из дерева и картона. Жуков приказал поставить их в районе Пулково, чтобы сбить врага с толку. В самом Ленинграде было сооружено 4000 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек. Из населения города сформировано 10 дивизий народного ополчения. К концу сентября наступление немцев неожиданно остановилось. Это, наверное, единственная битва, которую мы не имеем права и не можем оценивать только с военной точки зрения. Потому что ни одна битва не принесла такой трагедии мирного населения, таких колоссальных жертв мирного населения, причем и формально вне зависимости от военных действий. То есть блокады – это, конечно, военные действия, но не то, что население гимнет под снарядами противника, оно гимнет от голода. И именно поэтому мы все время говорим, когда говорим «Ленинградская битва», мы все время пытаемся сказать «блокады Ленинграда». То есть это не просто «Ленинградская битва», как «битва армий». А мы говорим «блокады Ленинграда», подразумевая, что это, в общем-то, трагедия целого города. Ленинград был одной из главных целей операции «Барбаросса». Захватить город должна была немецкая группа «Армии Север» общей численностью около 700 тысяч человек. В основном это были пехотные дивизии, переброшенные на Восточный фронт из Западной Европы. Командующий группой «Армии Север» генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб считался образцовым германским военачальником. Офицер старой школы, он свысока посматривал на нацистских выскочек и не стеснялся ставить под сомнение некоторые военные решения Гитлера. Вильгельм фон Лейб, человек, который получил рыцарское звание еще в Первую мировую войну, был награжден орденом Максимилиана, высокопрофессиональный военный, баварец, которого выгнали из армии в 1938 году, когда Гитлер чистил армию от не совсем нацистских настроенных генералов. Он выгнал Лейбова в зашеи, естественно. И когда началась война, он привлек Лейба. И когда он получил приказ прекратить наступление и обложить Ленинград, он сначала пошел в наступление. Он сделал последнюю попытку взять сходу Ленинграда, вопреки приказу Гитлера. Но у него не получилось. 29 сентября 1941 года немецкое военное командование издало специальную директиву под названием «О будущем города Петербурга». В ней говорилось. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. После разгрома советской армии существование этого города не будет иметь никакого смысла. Предлагается плотно блокировать город и сравнять его с землей с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. Если в результате создавшейся в городе обстановки последует заявление о сдаче города, они должны быть отклонены. В конце концов, Гитлер принял решение, что Ленинград он не будет бороться. Вермахт – это армия наступления, это ударная армия. А городские бои имеют свою собственную специфику, причем очень серьезную. Плюс при занятии города, там вводится, естественно, немецкая военная администрация, которая автоматически берет на себя задачи снабжения населения. Потому что население должно как-то есть. В городе ничего нет. То есть, ну ладно, местное население, пусть оно гибнет, но если оно будет гибнуть в массовом порядке, то это угроза эпидемии. Поэтому Гитлер, все это увидев по Киеву, принял решение, что Киев еще находится посреди хлебородной Украины, то есть там есть откуда чего поконфисковать. Ленинград – ничего там нету под Ленинградом. То есть, все надо везти откуда-то. Поэтому Гитлер заявил в своем окружении, зафиксировано, что мы не будем кормить ленинградцев. То есть, не должно быть боев на улицах, не надо кормить население, ну и пусть войска медленно умирают голодной смертью. В первой половине октября на помощь немцам под Ленинград прибыла 250-я испанская пехотная дивизия. Испанские солдаты обычно носили голубые или синие рубашки, и потому это соединение часто называли «голубой дивизией». Она была сформирована в Мадриде в июле 1941 года. В основном в дивизию набирали добровольцев. В далекую Россию эти люди отправлялись по идейным соображениям. По их словам, они хотели поквитаться с коммунистами, которых считали виновными в развязывании гражданской войны в Испании. Перед вами уникальные кадры кинохроники. Испанские добровольцы на Ленинградском фронте изображают традиционную народную забаву – корриду или бой с быком. Перед отправкой на фронт каждый испанский солдат давал клятву. «Клянусь перед Богом в абсолютной верности главе немецкой армии Адольфу Гитлеру в борьбе против коммунизма. Клянусь сражаться как храбрый солдат и отдать свою жизнь в любое мгновение, чтобы выполнить эту клятву». Всего за годы войны в рядах «Голубой дивизии» служило от 40 до 50 тысяч человек. Под Ленинградом испанские части держали оборону южнее Ладожского озера. На севере удерживать блокаду Ленинграда Гитлеру помогал другой его союзник – маршал Финляндии Карл Маннергейм. Он хотел вернуть территории, утраченные Финляндией, в результате Советско-финской войны. Финская армия вторглась в СССР 29 июня 1941 года. Ей удалось захватить большую часть советской Карелии, включая города Выборг и Петрозаводск. К началу осени финские войска остановились на Карельском перешейке всего в 30 километрах от Ленинграда. 11 сентября 1941 года президент Финляндии Рюти заявил германскому послу. «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город». Финская блокада Ленинграда – это такая же блокада Ленинграда, как и блокада фашистов. Здесь мы должны поставить знак равенства. Они были такими же агрессорами. И они повинны в гибели мирных жителей. Да, у Маннергейма было много всего, что было связано с Россией. Он родился на территории Великого Пняжного Финляндского. Он учился в знаменитом Фридрихсгамском кадетском корпусе. Но он при этом был человеком, настроенным крайне антисоветским. Я не хочу сказать, что он был русофобом. Наверное, все-таки какие-то воспоминания о бывшей родине у него оставались. Тем более, что женат он у него была русская. Был женат он на дочери генерала Арапова. Это тоже нужно помнить. Две дочери у него остались от нее. Но при этом он был, как политик, абсолютно про-немецкий настроен, про-гитлеровский. Гитлер был у него кумиром. Гитлер ему вручал лично рыцарский орден Железного Креста. И он очень поддерживал идею так называемой Великой Финляндии. Теория, согласно которой Финляндия должна как минимум захватить Восточную Карелию. То, что они называли Восточную Карелию, наша Карелия, да? Они должны были захватить Ингенбанландию и всю территорию, прилегающую вокруг Ладожского и Онежского озер. В середине октября 1941 года немцы захватили Петергоф и вышли к южному берегу Финского залива. Здесь по колоннам вермахта открыли огонь советские корабли. Флагманом Балтийского флота был линейный крейсер «Марат». Этот грозный корабль класса «Дредноут» был построен в 1914 году и первоначально назывался «Петропавловск». Участвовал в Первой мировой, гражданской и советско-финской войне. «Марат» был оснащен 12 крупнокалиберными орудиями, которые стреляли снарядами весом 470 кг на расстояние до 30 км. Каждое орудие могло произвести до трех выстрелов в минуту. В первые дни блокады «Марат» выпустил по врагу 953 снаряда главного калибра. Немецкие летчики получили приказ во что бы то ни стало уничтожить русский линкор. 16 сентября 1941 года его атаковали 27 пикирующих бомбардировщиков. В носовую часть «Марата» попало 4 бомбы. Корабль остался на плаву. Второй раз его атаковали 23 сентября. Немецкий ас Ганс Ульрих Рудель с бомбардировщика «Юнкерс-87» сбросил настоящий в порту Кронштадта линкор две 500-килограммовые бомбы. Одна из них попала в носовую часть корабля, пробила две палубы и вызвала детонацию боекомплекта главных орудий. Раздался взрыв страшной силы. Одна из орудийных башен взлетела на воздух и рухнула вниз. Вся носовая часть линкора была уничтожена. Взрыв убил 324 человека, включая командира корабля. «Марат» залег на грунт, но не затонул. Вскоре часть его орудий была восстановлена, и уже в октябре линкор продолжил вести огонь по немецким войскам. Полуразрушенный «Марат» впоследствии уничтожил 86 немецких батарей. В районе Араньенбаума по немцам открыли огонь тяжелые гаубицы форта «Красная горка». Это укрепление было построено в начале 20 века специально для защиты Кронштадта и Петрограда. Форт состоял из десятков хорошо защищенных артиллерийских батарей. Его орудия вели прицельную стрельбу в радиусе 25 километров. Взрывная волна 550-килограммовых русских снарядов буквально опрокидывала легкие танки врага. Немцы неоднократно пытались захватить форт, но приблизиться к советским батареям они так и не смогли. Если мы посмотрим на арененбаумский плацдарм, на карту просто арененбаумского плацдарма, мы увидим совершенно интересную конфигурацию. Он очень ровный. Почему? Это радиус артиллерии флота. Потому что там стояли корабли балтийского флота и вели обстрел по немецкой территории. Как раз по линии вот этой немцы не могли продвинуться дальше. Почему? У сухопутных войск не было такой тяжелой артиллерии, которая была на флоте. Залпы этих мощных орудий, крупнокалиберных установленных на боевых кораблях, они тоже во многом срывали возможность, скажем так, атак на побережье, предположим. Потому что они простреливали все на глубину от 10 до 15 километров от берега, от кромки берега. И этот стратегический участок, центром его был знаменитый форт Красная Горка, который, в общем, во многом не дал немцам осуществить захват тот, который они хотели. Именно по этой причине немцы туда подтащили свою знаменитую дальнобойную артиллерию, которая методично обстреливала, разрушала мирный город. В ноябре 1941 года немцы доставили под Ленинград тяжелую артиллерию. Половина всех орудий были немецкие, так называемые гаубицы короткий Бруно. Эта пушка стреляла 250-килограммовыми снарядами на расстояние до 60 километров. Другая половина орудий была французского или чешского производства. Мощнейшая из них, французская железнодорожная гаубица калибром 400 миллиметров, могла вести прицельный огонь даже по северным районам Ленинграда. В некоторых местах немецкие орудия стояли всего в 16 километрах от Зимнего дворца. В хорошую погоду немецкие наводчики могли разглядеть в свои бинокли купола Исаакиевского собора и другие высотные строения. Особенно интенсивный артобстрел вёлся в начале и по окончании рабочего дня, когда на улицах было много людей. В основном немцы обстреливали мосты, жилые районы и предприятия города. Но некоторые высокие здания они старались не разрушать. Например, был отдан приказ не вести огонь по Кронштадтскому морскому собору. Его купол, возвышавшийся над заливом, немцы использовали как ориентир для своей артиллерии и авиации. Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено 148 тысяч снарядов и сброшено 107 тысяч авиационных бомб. Однако эффективность немецких бомбардировок оказалась невысокой. Плотность советской зенитной артиллерии в городе восемь раз превышала берлинскую или лондонскую, а большинство исторических зданий Ленинграда были тщательно замаскированы. Начались работы по укрытию исторических памятников. Как их укрывали? Толстыми деревянными щитами и мешками с песком или с какой-то такой вот субстанцией, которые преохраняют от разрывов. В частности, мы знаем, что таким образом были спасены с моей точки зрения три знаковых памятника. Это памятник Петру Первому, памятник Николаю Первому и памятник Ленину. Власти города сделали для сохранения города на Неве невозможное сушение. Ведь в результате действий немецких войск, в том числе авиации, в том числе артиллерии, не был разрушен ни один мост. Не пострадал, например, Смольный. То есть, в точке зрения культурного наследия, собственно, Ленинград, который оказался в блокаде, он не пострадал. Было всего меньше трехсот налетов на город за всю эту белью блокаду. И немцы, в основном, они сбрасывали зажигалки. То есть, они в основном хотели поджечь город. И у них не получалось, потому что была местная ПВО организована, девушки дежурят на крышах. Для чего? Песком засыпать вот эти зажигалки, потому что основной массой это были зажигалки. От действий авиации противника за время блокады Ленинграда погибло около двух тысяч человек. Минимум шестьсот тысяч погибло от голода, две тысячи от авиации. И от действий артиллерии погибло еще примерно тысяч пятнадцать. В блокадном Ленинграде продолжали работать административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады и театры. Кировский завод, находясь всего в четырех километрах от фронта, ни на день не прекращал ремонт танков и другого оружия. В ноябре ударились сильные морозы. В городе перестали работать водопровод и отопление. Чтобы согреться, ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Запасов продовольствия почти не осталось. Когда кончилась мука, хлеб выпекали из жмыха, отрубей, мучной пыли и сосновой коры. Продукты выдавались по карточкам. В самые тяжелые месяцы рабочим полагалось 250 граммов хлеба в день, а служащим, детям и старикам – 125 граммов. Партийные работники и фронтовые командиры получали повышенную дневную норму – 400 граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа, немного каши, один-два куска сахара. Советская поэтесса Ольга Берггольц вспоминала. В Ленинграде чудовищный голод. Съедены все кошки и собаки. Ежедневно на улицах падают десятки людей и умирают. Прохожие даже не подбирают их. Когда идешь по улицам, на встречу все время попадаются люди, везущие на саночках гробы. Труднее всего теперь в Ленинграде достать гроб. Он стоит 250 граммов хлеба, а могила – 2 кило. Гитлер сказал, заявил своему окружению, зафиксировано, что население Ленинграда должно быть уничтожено. Причем уничтожено полностью. Причем, опять-таки, хочу подчеркнуть, не все население должно быть удалено из города. То есть оно вот выйдет из города, уйдет там куда-нибудь, там выпустит всех, и немцы займут этот остат в городе. Нет. Он должен был там погибнуть. Потому что были приказы по поводу того, что если население будет выходить из города, то пулеметными очередями загонять его обратно. Зачем? Там должен быть голод. Если оттуда выйдет мирное население, это значит, что кормить будут солдат. А это местное население должно оттягивать на себя питание. Самая тяжелая зима была зима с 1941 на 1942 год. Наибольшее число погибших, умерших приходится именно на этот период. В том числе потому, что немцы планомерно, целенаправленно пытались разбомбить склады с продовольствием. Хотя надо сказать, что в любом случае, при любой самой тяжелой оккупации, хлеб выдавался ежедневно, небольшой кусочек хлеба, сахар выдавался ежедекадно до декабря. А вот в декабре наступило самое тяжелое время, когда наибольшее количество смертей было. И достаточно прочитать описание. Человек слабел постепенно от недостатка пищи. Он становился равнодушным ко всему, а потом ложился на постель и больше уже с нее не вставал. И так и умирал. Огромное количество снимков и хроники, кинохроники. Замерзший город. Жители берут воду из Невы. Умершие, которые лежат прямо на улицах, которые подбирают. Но не всегда это было возможно. Бывали дни, когда до 7 тысяч человек приходилось специальным похоронным командам вывозить. И из квартиры, и с улиц. Ну и вот эти вот жуткие кадры людей, которые, в общем, по сути своей, были такими же, как в концлагерях. Истощенные, изможденные, но не сдавшиеся. Похоронные команды Ленинграда не успевали предавать умерших земле. В отдельные дни на Пискаревском кладбище скапливалось до 25 тысяч трупов, сложенных в длинные штабеля. Людей, как правило, хоронили в братских могилах. По разным данным, всего за время блокады в Ленинграде погибло от 800 тысяч до более чем миллиона человек. Это больше, чем все военные потери Великобритании и США за Вторую мировую войну вместе взятые. Почему нельзя назвать точную цифру? Вопрос в том, что просто, когда собирали эти похоронные команды умерших, в подъездах, на улицах, в квартирах, многие не имели никаких документов, никаких удостоверений. Потому что надо помнить, что в Ленинграде в то время было очень много приезжих. Их хоронили, отвозили в общих братских могилах на Пискаревском, на Серафимовском кладбище. И просто они были неизвестными. И вот эти неизвестные и неучтенные, они, наверное, и составляют вот эти вот сотни тысяч погибших. Но я думаю, что мы можем твердо сказать, что потери мирного населения Ленинграда просто от голода, холода и болезни, просто от блокады, о которой им устроили и финны, и немцы, составляет где-то около миллиона, в районе миллиона человек. Уже осенью 1941 года Сталин приказал любой ценой прорвать блокаду Ленинграда. На востоке, в районе города Шлиссельбурга, войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего 20 километров. Но прорвать немецкую оборону без дополнительных резервов оказалось почти невозможно. На правом берегу Невы, в районе поселка Невская-Дубровка, советские войска захватили небольшой плацдарм, который бойцы называли «Невский пятачок». Это был крошечный участок земли шириной до двух километров и глубиной до 800 метров. На Невском пятачке велись одни из самых ожесточенных боев в истории Великой Отечественной войны. Ежедневно через Неву на маленький плацдарм переправлялись свежие советские части. «Пятачок» простреливался немцами насквозь, и советским солдатам приходилось буквально закапываться в землю. Считается, что за полгода на Невском пятачке, площадь которого примерно равнялась площади Петропавловской крепости, погибли от 50 до 85 тысяч человек. Но первый раз удержать плацдарм советским войскам так и не удалось. В апреле 1942 года, когда на Неве начался ледоход, и переправлять подкрепление на правый берег стало практически невозможно, немцы перешли в наступление. Как только начался ледоход, немцы сразу же этим воспользовались. Оказалось так, что на самом пятачке была группировка порядка 500 человек, то есть небольшая, а все время же через Неву идет поддержка, там все, там все. А здесь нет поддержки, потому что ряд сокрылся. И они бросили туда тысяч пять, примерно. Ну, то есть, примерно человек в десять раз было преимущество. Ну, примерно, там точных данных нет. И, соответственно, выбили. Наши-то пытались перекидывать войска, перекинули. Ну, сколько перекинешь? Ну, 300 человек перекинули. Ну, больше не перекинешь, там лед идет. Неудобно. И вот тогда немцы взяли этот самый Невский пятачок. Это одна из, наверное, самых драматичных и трагичных страниц войны. Крохотный участок, где огромное было количество уже с одной и с другой стороны. Там вот до последнего сражались, там была постоянная ротация. И этот пятачок, он имел воистину огромное значение для обороны Ленинграда. Так же, как, кстати, и Арниенбаумский плацдарм. Который позволял с юга не допускать окончательного прорыва немцев к Ленинграду. И за это время немцы, было ясно, что у них перспектив на наступление нет. Изначально сказали, вы наступать не будете. Вы будете держать блокаду. Что делают войска, которым приказано держать блокаду? Они закапываются в землю. Это навязчивая идея Гитлера. Что немецкие войска, удерживая свои позиции, всегда отвлекают на себя значительно большую часть советских войск. То есть, главное держаться, 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 держаться. Сковать Ленинградский и Волховский фронта, чтобы они никуда, ни шаг влево, ни шаг вправо не делали. Наоборот, вытягивать ресурсы из противника. Еще противник там от гол до египет. Единственной трассой, соединяющей Ленинград с Большой землей, был водный путь через Ладожское озеро. Уже через неделю после начала блокады по нему пошли первые баржи. Так появилась знаменитая «Дорога жизни». Ее протяженность составляла 30 километров. В ноябре, когда озеро сковал лед, на трассу вышли грузовики. В блокадный Ленинград они везли продовольствие. Обратно вывозили мирных жителей. Зимой Ладожское озеро никогда не замерзало полностью. Лед часто трескался, и полуторки проваливались в полыньи. Дорогу постоянно обстреливала немецкая артиллерия и бомбили вражеские самолеты. Только за первый месяц работы трассы утонуло около 300 машин. Почти по 10 в день. За время блокады по дороге жизни было доставлено полтора миллиона тонн грузов. Из Ленинграда эвакуированы 1 миллион 300 тысяч человек. Сохранилось, слава богу, огромное количество кинохроники, прежде всего, которая показывает, как идут грузовики по еще не очень окрепшему льду. Они проваливаются под лед вместе с водителями. Их бомбят периодически. Но, тем не менее, они возят продовольствие в этот самый осажденный город. Во многом это позволило уже в январе, а потом в феврале 1942 года увеличить хлебный паек. Прежде всего, военнослужащим и гражданским, и работающим на предприятиях. Обратно они вывозили раненых. Они эвакуировали жителей, которых еще можно было эвакуировать. Прежде всего, вывозили детей. То есть, это было в прямом смысле дорога жизни. В сентябре 1942 года советским войскам удалось вновь отбить у немцев Невский пятачок. Операцией руководил новый командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант Леонид Говоров. Он предложил новый план прорыва блокады. Рассечь группировку противника двумя встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов на юге Ладожского озера. Там, где немецкая оборона была наиболее уязвима. Зная о готовящемся наступлении, немцы стянули все свои силы к Невскому пятачку. Атака же началась на 7 километров севернее, у деревни Марьино. Здесь Говоров собрал все имеющиеся у него резервы. Советские силы превосходили немецкие в пять раз. 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. С большой землей город соединил узкий коридор шириной от 8 до 11 километров. Менее чем за три недели по нему была проложена железная дорога, получившая название «Дорога Победы». По ней в измученный голодом Ленинград стали доставлять продукты, топливо и вооружение. И был отдан приказ проложить «Дорогу Победы». И она была построена в совершенно сжатой сроке. Строили под постоянным огнем. Там были участки, которые простреливались полностью. И вот даже есть такое название, называется «Коридор смерти». Первоначально только ночью шли поезда. И, естественно, ее пропускная способность все равно была выше, чем у «Дороги жизни». Товарищи ленинградцы, героическая Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Бойцы-строители по освобожденной земле проложили железнодорожный путь. А волхостроевские железнодорожники доставили вам сегодня первый поезд с большой земли. Прямо вот начиная с февраля 43-го года, Говоров сразу начал подготовку к снятию полного блокады. То есть началось накапливание сил. Это с одной стороны. С другой, с группой армии «Север» немецкая, она с каждым месяцем становилась все слабее и слабее. Группу армий «Север» постоянно обирали. То есть Гитлер из нее постоянно изымал наиболее боеспособные соединения. То есть группа армий постоянно ослаблялась. А советские войска, наоборот, усиливались. 14 января 1944 года больше ста советских крупнокалиберных орудий открыли огонь по немецким войскам Сараненбаумского плацдарма. Мощный и неожиданный удар привел к развалу всей немецкой обороны. Советское наступление продолжалось две недели. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно ликвидирована. Красная армия вышла на границы Латвии и Эстонии. Вот уже прорыв блокады, вот Ленинград, когда полное снятие блокады, оно уже закончилось не снятием блокады, а оно закончилось уже чуть ли не катастрофой группы армий «Север». То есть тогда уже был нанесен удар и уже погнали. Уже погнали, уже пошел выход на Прибалтику, то есть уже пошел нон-стоп. То есть уже, когда мы смотрим, эти наступательные операции уже идут. Одна наступательная операция, вторая, третья, четвертая. Как только наши военачальники научились готовить операции, оказалось, что хваленные немецкие военачальники не совсем соответствуют тем параметрам, которым якобы должны были бы. В освобожденных пригородах Ленинграда перед советскими солдатами предстала страшная картина. Эти кадры были сняты в начале февраля 1943 года. Горит Павловский дворец, построенный в середине 18 века. Из Павловска немцы украли все музейные экспонаты – мебель, картины, вазы, часы, скульптуры. Отступая, нацисты подожгли дворец и разрушили его павильоны, заминировали руины и прилегающую территорию. Точно так же они поступили и с другими всемирно известными музеями. Например, в Царском селе не осталось ни одного целого дома. Был полностью разграблен Екатерининский дворец, из которого немцы целиком вывезли знаменитую янтарную комнату. Знаменитые фонтаны Петергофа лежали в руинах. Всего из пригородов Ленинграда оккупанты вывезли свыше 100 тысяч музейных предметов. После окончания войны вернуть в СССР удалось лишь незначительную их часть. Реставрация дворцов и музеев Ленинградской области продолжается до сих пор. После снятия блокады в Ленинграде оставалось 560 тысяч жителей, в пять раз меньше, чем в начале войны. 27 января 1944 года почти весь город вышел на улицы, площади и набережные Невы. В восемь вечера раздались 24 залпа артиллерийских орудий. Это был единственный за все время войны победный салют, который был дан не в Москве. В приказе Сталина от 1 мая 1945 года Ленинград впервые был назван городом-героем. В 1965 году это звание ему было присвоено официально. По силе духа, по сопротивлению, по тем жертвам, которые были принесены, это уникальный случай в истории. Такого не было, чтобы многомиллионный город в блокаде находился 900 дней, выжил, выстоял, потерял бы миллион человек, но не сдался. Вот это была крупнейшая моральная победа, поэтому я бы поставил оборону Ленинграда, наверное, на первое место. Может быть, в одном ряду с такими судьбоносными сражениями, как Сталинградское сражение. И здесь мы должны с вами вспомнить, что когда была прорвана блокада Ленинграда, президент Рузвельт прислал свою знаменитую телеграмму героическим защитникам Ленинграда, которые вот в таких нечеловеческих условиях, тем не менее, город не сдали. 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. В решении суда было сказано. «Признать блокаду Ленинграда войсками Германии и их пособниками, вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов военным преступлением. Преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза». Субтитры создавал DimaTorzok